Более 160 тысяч жителей Республики трудоспособного возраста работают по различным серым схемам. Таким образом, в бюджет Чувашской Республики не выступает полтора миллиарда рублей налоговых отчислений. Один миллиард рублей уходит на обязательное медицинское страхование официально незарегистрированных работников. Путем нехитрых подсчетов получим 2,5 потерянных миллиарда рублей в бюджете Чувашской Республики. А ведь эти финансовые средства можно было бы использовать на наши с вами социальные нужды. На строительство школ, детских садов и ремонт дорог. Как обстоят дела с неформальной занятостью в Чувашской Республике, об этом подробнее. Трудовая занятость считается неформальной, если факт установления трудовых отношений между работником и работодателем скрывается от официальных властей. Как правило, эти отношения не разглашаются по инициативе работодателя с целью неуплаты налогов. Такую ситуацию надо менять. На базе районов города созданы мобильные межведомственные рабочие группы, которые непосредственно при участии прокуратуры районов города, МВД, город Чебоксары, проводят рейды по выявлению как раз фактов неформальной занятости. Например, уже проводились рейды в таких направлениях, как маршрутные такси-перевозчики, торговые рынки. В дальнейшем у нас в планах проведение рейдов в таких сферах, как строительство, услуги, парикмахерские, мойки, например, автосервис. Потом есть такие тоже клининговые услуги. Администрации города принимаются все меры. Изготовлены социальные ролики, которые размещены в торговых центрах города, на рынках, размещены в салонах троллейбусов, муниципального транспорта с информацией о последствиях неформальной занятости. Кстати, о последствиях. Работники, которые соглашаются на выплату зарплаты в конверте, в будущем могут остаться без трудовых пенсий. С 2015 года действует бальная система расчета пенсии. Соответственно, не набрав определенного количества баллов, работник просто-напросто не получит трудовую пенсию. Единственное, что он сможет получить, это социальную пенсию. Но и она придется по зданиям на 5 лет. Индивидуальный пенсионный коэффициент будет начисляться, исходя из каждого года трудовой деятельности рабочего человека. Сегодня мы видим на лицо многие трудятся в неформальном секторе, то есть неофициально, нелегально. Зачастую соглашается часть получать легально, часть заработной платы. Порой только на уровне минимального размера оплаты труда, может чуть больше. А остальную часть все-таки львиную долю стараются получать нелегально, в конвертах. Вот эту часть, конечно, мы должны постепенно исключить из нашей нормы жизни. И в последующем старости каждый должен получать достойную пенсию, которая соответствует вкладу каждого человека в нашу пенсионную систему. Про размер пенсии в молодом возрасте мало кто думает. Хочется заработать побольше и неважно, как себе будут платить зарплату. Но закон есть закон, и работодатель обязан его выполнить. Сейчас бизнес-сообщество обсуждает вопрос налоговых послаблений от государства. В послании к Федеральному собранию президент страны Владимир Путин высказал предложение о необходимости уменьшать ставку налога на прибыль до нуля в регионах России. Безусловно, большинство предпринимателей Чуваши своих сотрудников принимают на официальной основе. Та проблема, которая существовала лет 6-7 назад, о том, что значительная часть персонала не устроена под данным договором, этот вопрос уже решен. И ни один здравомыслящий человек не пойдет на работу без договора. Однако существует другая часть неформальной занятости. Большинство самозанятых людей, которые ведут репетиторство, к примеру, сдают квартиры, которые ведут какую-то частную деятельность, они, как правило, не афишируют свою работу. Почему такое происходит? По моему мнению, это связано с тем, что очень высокие налоги на фонд оплаты труда. И в связи с этим, уполномоченный по защите прав предпринимателей Российской Федерации Борис Юрьевич Титов предложил ввести такое понятие, как патент для самозанятых. Это форма, которая не требует регистрации в качестве индивидуального предпринимателя. И в то же время человек, оплачивая какую-то небольшую минимальную сумму за годовой патент, получает право на законных основаниях работать. Ни для кого не секрет, что большая часть ценевого рынка труда находится в строительстве и персональных услугах, сельском хозяйстве и торговле. Для выявления официально нетрудоустроенных работников городская администрация проводит еженедельные рейды по торговым центрам и рынкам. В состав мобильных групп входят представители администрации района, налоговая служба, полиция, прокуратура, пенсионного фонда и центры занятости населения. Проверку начали с центрального рынка. Как только комиссия зашла на рынок, многие прилавки мгновенно опустили. Некоторые мини-магазины закрылись совсем. Все это сразу же наводит на мысль, что на этих рабочих местах не все в порядке с документами. Сейчас у нас сотрудник прокуратуры вам вопросы задаст. Вы являетесь в регион-предпринимателе? Да. Ваше сидеть, что можно? А вот этот мужчина кем вы готовы? Ваш работник? Да. Пройдясь по торговым рядам, представители комиссии детально проверили условия найм работников. Вовсе отсутствует трудовой договор. Во-первых, есть проблемы в самом трудовом договоре, где в условиях не предусмотрена зарплата. У нас должно было быть по закону больше, чем минимальный размер оплаты труда, на сегодня который она составляет 6204 рубля. Но мы вот в одной торговой точке нашли в трудовом договоре указ на 4500 рублей. Ряд нарушений нашли и в ходе проверки на Николаевском рынке. За выполнение работы, обусловленной настоящим договором, работникам выплачивается должностной уклад в размере 7000 рублей. Выботы производят ежемесячно 15 числа. Я думаю, что здесь тоже есть ошибка. Потому что если руководитель вас принимает на работу, значит он должен по трудовому соглашению дважды оплачивать вам заработную плату. Перечень нарушений трудового законодательства уже передан в прокуратуру города. Степень вины определяют представители именно этого ведомства. Если подтвердиться, что трудовой договор составлен незаконно или зарплата нелегальна, то работодателям грозит штраф от 1000 до 5000 рублей. Наемные работники же уже сами себя наказали. Оплата больничных и отпускных, выслуга лет и гарантированная трудовая пенсия. Соглашаясь на зарплату в конверте, обо всем этом можно забыть. Поэтому, если вам кажется, что вас учебляют в правах или работодатель нарушает трудовой кодекс, смело обращайтесь в Государственную инспекцию труда Почувашской республики.